Если вы смотрите видео, то попали на мой канал, с вами Андрей Фуэр, и добро пожаловать в игру. В общем, это одна из серий игры, которых мы с вами будем проходить, и прохождение этих игр будет очень долгим, так как этих игр много, и я все скачал. Но, правда, в общем, эта игра Искатель. На ютюбе мало довольно, ну там, в основном, прохождение и то небольшое, где никто не говорит. В основном, прохождение на эту игру крайне мало. Вот, но я... С возвращением! Заткнись. Ой, прости, пожалуйста. То есть, я, в общем, решил... Это самое... Как это называется-то? Решил скачать их всем и записать на канал. Я их прошел, ну, в детстве, ну, в том возрасте, когда мне было лет, там, 8, 10, 11. И недавно, два года назад, прошел, по-моему, вот эту часть наполовину, еще раз. Вот. Но я уже не помню, о чем там, поэтому я скачал их вновь, и будем в них играть. Извините, такое долгое начало, просто хочу объяснить, что есть три вещи, которые я пока не могу решить. Например, вот первые две, это у нас одна из двух частей, она, как бы, я не могу найти именно часть с Искателем в школе, например. Там, да, я знаю, это детские игры... С возвращением! Ты замолчи уже. Они с... от 5 до 12 лет приблизительно, но мне 14, и мне все равно. Хочу, играю, это мое право. Вот. Собственно говоря, также у нас будет проходение игры именно Искателя в новые приключения в доме с всякими привидениями, но... Но есть старая версия, то есть первая. Я ее, конечно, постараюсь скачать и найду. Ну, у меня есть, мне оставили ссылку на нее, но я пока еще ничего не сделал. Вот. Ну, в общем, давайте не будем тянуть время, и мы начнем. Это так, это я... Вот это вот имя я поставил, потому что я проверял, то есть насколько хорошо работает игра. Вот. И она работает вроде как. Ну что, поехали, не будем уже... Надоело мне уж слушать это имя. Ой, вот это вот, точнее, все время с возвращением, с возвращением. Ну и вот, собственно, у нас тут 13 различных загадок. Ну, мы начнем, конечно, по порядку, но начнем не с вот этого, потому что вот это я всегда в детстве любил оставлять на... На последний момент. Почему-то мне это, именно вот эта вот загадка больше всего нравилась. Вот. Ну ладно, там очень прикольные уровни такие, вот. Давайте начнем с... Первая серия у нас будет... Мышь-полуношница. Полуношница, да. Где будет мышка, когда часы пробьют полночь? Следи за временем, когда будешь разгадывать загадки. Где будет мышка, когда я съем шишку? Тут у нас 4 различные комнаты. Вот эти 2 комнаты из новых приключений Дон с привидениями. Вот это, по-моему, из... Кстати, да, вот еще есть игра Искатель Сокрович, которую я не могу найти. В общем, ладно, давайте мы не будем... Сейчас думать о других частях. Мы их пройдем после. Первым делом мы пройдем эту часть. Давайте начнем по порядочку. Начнем с вот этой комнаты. Искатель нужно так. Как? Прослушай загадку, написанную внизу экрана. Ага. В ней говорится, какие предметы ты должен найти на картинке. Щелкни по этим предметам, когда ты найдешь их. Вот тебе загадка. Я ищу... Ну ладно, мы слушать его не будем, мы видим, что все снизу. Простите. Тут у нас есть знак вопроса. Если нам что-то надо будет узнать, например... Перед тобой новая задача. Прослушай загадку, написанную внизу экрана. В ней говорится, какие предметы... Ну вот, да, он объясняет. В общем, поехали. Итак, да, надо найти линейку. Ну линейка, вот она. Игра вообще мне очень... Я обожаю просто эти игры. Они реально мне нравятся. Они классные. Они веселые, забавные, смешные, страшные иногда бывают. Ну в общем, ладно, давайте. Поецать-ка у паучара. Три раза бант. Это, я так понимаю, надо три бантика найти. Ну вот один. Звуковые эффекты тут вообще прекрасные. В каждой части они разные. Например, в этой есть звуковой эффект игры с другой части. В другой части из третьей и так далее. Так вот. Ну поскольку я эти проходил, то я, в принципе, более-менее... Чуть-чуть совсем помню, как тут надо проходить. А так я сам все уже позабыл. Игра... Игру фрапс не хватает. Поэтому у меня есть бандикам. Бандикам все хватает. Слава богу. Так. Корону. Корону, корону. Вот корона. Корона. Дальше надо найти луну. Вот луна. Луна. Витяки. Луна. Ты видишь, да. И циферблат. Вот он. Да, вот он. Циферблат. Хвост. 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 Это шмышь полуношница, нет? Карандаш. Карандаш. Вот он. Это мелок. Надеюсь, ты карандаш. Карандаш. Альма. Переключатель света. Вот он. Переключатель света. Ээээ, скелетик. Перевернутую букву. Перевернутая буква. Хм, звук в реверсию сделали. Свое имя. Вот оно. Вадим. Мое имя. Это не имя твое имя, это... Хотя, может, его тоже Вадим зовут, слушай. Тут два человека озвучивали эту имя на загадке. Девочка и пацан. Вот то, что мы сейчас слышим, это был пацан. Сердце. Вот сердце. Прикольный звук. Сердце. Вот он сами нашли. Все, поехали дальше. Следующая загадка. Я ищу стрелку. А, вот тут уже девочка. Я ищу стрелку. Вот стрелка. Или вот стрелка. Давайте вот на эту. Не пойдет. На эту. Стрелка, что тянется к солнцу. А, вот точно. Она же вот сюда тянулась. Блин, вот это вообще. Рифму. Рифма. Рифма, время. Единицу вниз головой. Вот она. Единица вниз головой. Перевернутую цифру. Вот она. Ну, у нас вот она. Тут вроде она тоже перевернутая. Странно. Надо было перевернутая четверка. Хотя было... Да и так слишком просто. Так. Конек. Конек. На стене рука. Рука на стене. Трещина. Трещина. Ключ. Опять вон скелет. Ключ. Ключ. Два рога. Один рог. С с плюсом. Три с плюсом. Блин, я на тот же рог. Один рог. Чё так рядом расположен. Прикольно. Два рога. И пчёлка. Пчёлка. Ты пчёлка. Нет, ты паук. Ты пчёлка. Нет, ты... Вот пчёлка. Пчела. Кстати, по поводу вепки. Я без вепки записываю, потому что... У меня... Ну, как вам сказать? Вот, например, вот это вот. Вы бы увидели вот эти вот места? Нет, тут вепка у меня обстоялась. А вот эти вот рога, и вот эту трубу не видно было бы. Вот этот скелет. Эм, да. А так, видно спокойно. Я ещё цифру. Ой, вообще классная комната. Я бы хотел сюда. Я ещё цифру три. А я её нашёл. Вот она. Это игра на внимательность. Тут, блин, так вот всё. Вот вы бы заметили сразу эту цифру. Норку машинную. Норка машинная. После просмотра моего видео вы бы всё заметили. Тут жалко, что есть много всяких вещей, которых нельзя найти ни в одной из... Например, вот эта комната, она есть в искателе-фантазёре, по-моему. Если мне не изменяет память. Вот, например... Вот, например, вот яйцо или свинку. Вот здесь нельзя найти. Я не знаю, можно ли их вообще найти, но... Карандаш. Ой, мы сюда зашли. Ну и ладно. Кисточку. Кисточку, кисточку, кисточку. Вот кисточка. Один зелёный глаз. Ой-ой-ой. Вообще не то ещё. Подожди, это разненький... Это пи... А, это перо. Кисточка. А-а-а... Где кисточка? Я в натуре не вижу кисточку. Блин, я тебе говорю, всё уже, не помню ничего. Ладно, давайте пока дальше искать слово колдун. Пердон. Нашёл. Пока буду искать кисточку. Слово колдун. Что-то я не вижу кисточки. Своё имя опять. А где моё имя? А вот оно. Паук сплёл. Вообще красава, паук. Спасибо тебе. Моё имя. А вот паук. Огонь. Огонь. У меня аж мурашки потел, побежали. Три зелёных глаза, вот. Один мы с вами нашли, вот второй. Два зелёных глаза. И вот еле заметный третий. Ух, как выпирает. Ты где кисточка-то? Ребят, вы видите кисточку? Три зелёных глаза. Чё ты ещё не вижу кисточку? Кисть. Ты где? Может, кисть руки? Вот. Нет. Блин, я, по-моему, ещё слепой, нет? Ой, господи. Косточка. Косточка, блин! А я думал, кисточка! Я не увидел букв... О! О, блин, балда, вообще. Ну... Не, ну, надо же такая... Это лицо нельзя найти, по-моему, здесь будет. Не, ну, нормально. Это, по-моему, она... Тут один раз появляется. Блин, ну, вообще... Ну, вообще... Вообще не круто. Не круто. Конфетка. Конфетка. Дай, 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 дай. С конфетками банка. Косточка, блин. Кисточка, блин. Ой! Ну, ладно. Ну, бабочка. Так, ну и последнее. Это у нас фото. Я ищу гвоздик. Ты издеваешься, ты знаешь, какие... Вот он, гвоздик. Есть и гвоздик. Но он с коня размером. Парус из паутинки. Вот он. Смотри, не целый корабль. Именно парус. Парус из паутинки. Круглый иллюминатор. Иллюминатор бывает не круглый. Круглый иллюминатор. Иголку. Иголку. Вот нитки. Нитки. А вот иголка. Воу-воу, поаккуратнее, убьешь. Иголка. Красную лампу. Наверное, здесь меня слышно, а то игра... Я сделаю игру громкостью 10. Красная лампа. Ну, проверку я делаю, так что. Голова морского коня. Голова морского коня. Мышку. Вот мышка. Вот где? Вот она. Вот вы слышали этот клик, надеюсь. Это была мышка. Ну ладно, нам надо найти мышь-полуношницу. Вот она. Ну, как сказали, полуношница. Полуношница. Я и так и говорю. Ключ. Вот он, ключ. Ключик. Ключик. Что там, наверное, работает? Какая-то машина, походу. Цифры. Вот цифры. Карандаш для меня. Он для меня. Карандаш. То есть, короче, если мы будем слушать, она в конце скажет и карандаш для меня. Но я никогда не слушал до конца, потому что... Да. Вот подсказка, которая поможет тебе раскрыть тайну. Поищи мышку там, где... Вот это прикольно мне. Мне это нравится. Когда ты это... Поищи мышку там, где есть циферблат. И тогда ты узнаешь, где она будет спать. Это вообще прикольно. Знаешь, после каждой разгадки ты должен куда-то идти и что-то нажимать. Вот циферблат я нашел. Поищи мышку там, где есть циферблат. А, циф... Да вот циферблат. Может, часы у тебя огромные. Да, вот он. Оу, щит. Девять часов. Всем давно спать пора. Но мышка еще у камина. Пока. Пока. Чушь. Я, кстати, раньше думал, что вот это двойка. А это семерка пропавшая. Так, девять часов, всем спать пора. И я только в одиннадцать иду. Так, ну он спалил, где мышка находится. Ну, камин. Сейчас в норку сберем. А там твой сородец живет. Тик-так. Часы пробегают десять. Подожди, а тут эти часы были? Где же мышка? Кто ответит? Я отвечу. Она там. Подожди, а часы тут были? Что-то я, по-моему, не заметил их. Сюда идем. Вот и где. А тут часики вот они. Тут-то они были. Одиннадцать часов. Блин. Вот если вон циферблат здесь, часы вот они. Ну нет, надо сюда зайти. Вот они часики. Вот мышка. Вырубай давай. Тайна раскрыта. О да, мы раскрыли тайну. И теперь мы не сможем поиграть в эти загадки, ребят. Придется новый аккаунт создавать. Новый профиль создавать. Ну что же, дорогие друзья, на этом я обращаюсь. С вами был Дрейф Фуэр. Все спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Также обязательно вступайте в игру ВКонтакте. И не забывайте писать свои комментарии. Всем удачи. И всем пока.